Да, Игорь, я с удовольствием прочту стихотворение «Жопа». Ты утверждаешь, что оно знаковое в каком-то смысле, хотя с точки зрения литературной оно мне кажется особенно любопытным. Правда, оно задорное. История, лучше сказать, предыстория, его появление забавное. Это был 1987 год. Мне было еще 19 лет, хотя скоро должно было исполниться 20. Я, будучи студентом Академии художеств, поработал еще сторожем на заводе имени Кликова. Сидел в будочке около ворот, нажимал на кнопочку, ворота открывались. Ну, как-то уединившись в этой будочке, я решил переводить Теофиле Готье. Перевод Гумилева хороший, я решил, можно у тебя у меня получится. Начал я переводить Готье и нажал на кнопочку. И тут же был покрыт густым шоферским матом, потому что зил какой-то должен был как раз проехать. Я нажал на кнопочку, ворота открылись, сижу и перевожу Готье. Тут пришел начальник караула и покрыл меня тоже, ворота, Матом, потому что ворота должны были быть закрыты. Я нажал на кнопочку и стал переводить Готье. Одним словом, услышав несколько матерных монологов, я понял, что переводить Готье в этой атмосфере не в состоянии. И как-то из всего этого возникло стихотворение с замечательным названием «Джопа». Целый день от зарплаты я ходил по порочному кругу, Открывая врата, проверяя холщовый мешок. Семь ворот все не ждали меня, как я некого друга. Гнусный труд, грустный друг, ни в какие ворота не шел. В подтверждении сего ракаталок чернобурый динамик, Скатом стателекам был, и медленно шел я ко дну. По литейному штучу, так она почве финансовая, И наверх восемь леди купились в жопу. Все восемь, в одну, у российская ширь, Композитор поэмени Шопен, Бах-Брамсбрук, нервный темп, В сердцевине родного костра, Шири русской души может быть только русская жопа. Где уже Англитер, Министерство культуры, Гастрак, Горбачев, Перестройка? Мы с вами, Карл Маркс, с капиталом, Ленин без капитала, но лысый, всех нас нашли. Ежедневно на дне реют стяги, крова в бокала, И на запах, как мухи, слетаются, раз даже шнит кесы разных сечений. Ну ладно, проехали, хватит, неугодно ли лаять, по крайности всякий поймет. Все мы, сукины, дети, и только поэтому, братья, Не от мира сего наш трехсотмиллионный помет. Не виляйте хвостом, я не вам, я не сеттам, не томсам, Лишь репейник на заднице, бури-бари-бури. Эсмеральду мын-анну, срубедали в почках потомство, Сделав клизму себе перебросками северных рек, Мыщевым пузырем термоядер налогнет, Вибраций бедный окунь не выдержит. Вкусит прямую пешку, из-за лиц изоляции, Завершая мудацию насы, Семь пород перемахают и наящийся плесень пешку. Спасибо за внимание. Это было давно.